И начинаем мы с Дмитрия Злоказова, компания «Бегучка». Дмитрий, выходи, бери микрофон. И мы когда… Спасибо. Да, когда мы начинаем работу с компанией, мы с каждой компанией проговариваем, к каким задачам мы стремимся, какие цели хотим достичь, как хотим вырастить. И когда Дима к нам пришел, у него была интересная история, что в его родном доме, в его родном городе он занимает 25% рынка, а в остальных городах-миллионниках по 2%. Причем вроде как внешних признаков по отличиям никаких нет. И мы поставили несколько гипотез, в чем же разница. И ключевой задачей у Димы на вот эти три месяца было доказать, что в том городе, который не родной для него, он тоже может занимать не 2% рынка, а 25%. Потому что это кардинально меняет и размер тех денег, которые он может получать. Ну и на самом деле еще вторая задача была доказать, что он может это делать не только своими руками, но и масштабируя бизнес. А сейчас Дима расскажет, что он делает и что ему удалось сделать за вот эти три месяца. Дима. Спасибо, Дмитрий. Я, наверное, на правах открывающего демо-день. Начну со слов благодарности команде Дмитрия. Вот реально без акселератора бы не состоялось тех успехов, которыми будут хвастаться с этой сцены. Ну а я похвастаюсь бегучкой. Отличительная черта бегучки в том, что это, по сути, единственный прибыльный интернет-сервис по продаже оффлайн-рекламы. За последний месяц мы сделали 2,5 миллиона рублей продаж и, как и, собственно, с первых дней существования, мы полностью себя окупаем. Во многом, наверное, это благодаря фокусу. Мы сосредотачиваемся на одном носителе. Это хорошо знакомая регионалам бегущая строка на телевидении. И она предназначена для частных нерекламных объявлений. Вообще телереклама, в принципе, обладает самой низкой ценой контакта, а бегущая строка — это самый дешевый способ телерекламы. И во многом, как раз из-за того, что, строго говоря, бегущая строка — нерекламный инструмент, это связано с тонкостями регулирования отрасли. Туда можно размещать частные объявления типа вакансий, например. Вот обращается к нам ритейл, HR-ы вот этой компании. Они успешно закрывают позиции менеджеров или руководящего персонала, находя их в интернете. А охранников или кассир в интернете найти тяжело. И что им остается делать? Они обращаются к нам. Мы им даем не только удобный сервис выхода в эфир более 100 телеканалов в 24 городах, уже сегодня подключенных к нам, но еще и экспертизу. Разместив больше 9000 вакансий, по сути, мы знаем, на каком телеканале какую ЦА можно найти и для какой вакансии какой текст будет максимально эффективным. Среди наших клиентов есть очень технологичные компании, которые, в принципе, могут очень скептически относиться к телеку, как, я думаю, многие здесь присутствующие. Но это не отменяет того факта, что в свою логистику E96.ru будет искать водителей и грузчиков через нас. Вообще вакансии — это часть нашей выручки, большая часть — это 70% нашего дохода, а 30% — это как раз все остальные частные объявления. Продам квартиру, продам машину, потеряны документы. Но что те, что другие клиенты создают и оплачивают объявления через наш сайт. Мы это объявление выводим в эфир телеканала, а телеканал платит нам процент за каждую продажу. С этой моделью мы запустились 4 года назад в Екатеринбурге. И в этом году уже каждое четвертое объявление бегущей строкой, которое видели зрители города, оно было оформлено через наш сайт. 25% — согласитесь, очень неплохая доля для e-commerce. Как сказал Дмитрий, с этой моделью мы вышли на рынки еще 20 с лишним городов, и сейчас в масштабах страны ощущаемся где-то на уровне доли в 2%. И вот главная тактическая задача сейчас перед бизнесом — это подтвердить гипотезу, что если мы можем локально достичь доли 25%, можем ли мы воспроизвести этот успех во всех остальных городах и занять 25% большого 600-миллионного федерального пирога. И вот с этой задачей мы пришли в акселератор. И Фри нам поставил формальный критерий того, что мы научимся это делать — это десятикратный рост на каком-то одном внешнем рынке. желательно, показательном и, может, даже немножко депрессивном рынке, чтобы уж если мы там сможем этот результат достигнуть, мы точно сможем его воспроизвести где угодно. Ну, 8. Только 8x — все дело в сезонности. Но я уже проверил результаты сентября, и за первые 4 дня мы сделали 4 майских объема продаж. Если сэкстраполировать эту динамику на весь месяц, то рост будет 20x. Да, я понимаю, что цифры не очень большие, но это точный индикатор того, что те импульсы, которые мы придавали, они за собой сгенерировали какой-то органический рост клиентов. Что это, собственно, были за импульсы? Никакого секрета. Мы начали просто активно и грамотнее продавать. Сперва это делал я, как фаундер, а в конце акселерации мы построили отдел продаж из четверых людей. И их динамика говорит о том, что мы успешно отчуждаем продажу как инструмент. И можно задаться вопросом, а что будет, если мы начнем этот инструмент делегировать не четверым, а сорока продавцам, и нацелим их не на один город, а на всю Россию. В России вообще 70% работодателей ищут линейный персонал. То есть вот тех самых грузчиков, монтажников, строителей. И конверсия наших продавцов позволяет перерабатывать этот клиентский сегмент больше чем 4 тысячи платящих клиентов ежемесячно. 4 тысячи клиентов при нашем среднем чеке и за 12 месяцев года дают канал продаж емкостью больше 400 миллионов рублей. И это будет работать в основном на увеличение вот того 600 миллионного пирога, хотя, конечно же, есть большое пересечение. Оно связано с тем, что многие кадровики, они уже пользуются бегущей строкой. И, кстати, за них мы конкурируем в основном с такими местными игроками. Это локальные сети приема объявлений, которые в кризис свои точки закрывают, линейно снижая выручку. В этом плане кризис нам немножко на руку, потому что мы вообще на принципиально других показателях маржинальности находимся. Мы на том же трафике заказов, где они держат 10 продавцов, нам достаточно одного менеджера. Мы в целом за качество. Нас немного, но мы сосредоточили все ключевые экспертизы, нужные для этого рынка. И главный вызов, который перед моей командой сейчас встает, это, собственно, рынок есть. Я не зря задачу занять его назвал тактикой. Это консервативный рынок. Он сжимающийся. И стратегически нам нужно будет найти драйверы роста. Это может быть как какая-то горизонтальная диверсификация. Например, сейчас правительство рассматривает вопрос о том, чтобы разрешить рекламу упускать бегущей строкой. Это кратно увеличит наш рынок. Бегучка станет единственным инструментом для местного рекламодателя выйти в эфир. Или мы можем сосредоточиться на конкретном клиентском сегменте, например, HR. Мы сейчас решаем узкую задачу найма линейного персонала. А что если мы, ведь по сути мы их быстро наращиваем, этих работодателей, и они нами очень довольны, и у нас есть команда, в том числе in-house разработка, которая позволит в определенный момент выкатить им что-то еще, что будет в этом случае. И поэтому прямо сейчас мне было бы очень интересно пообщаться с теми, кто работает на HR рынке или на более длинную перспективу в целом, кто работает на classified рынке, занимается монетизацией медиа или конвергентными медиа. Всем спасибо. После демо дня я буду очень рад пообщаться, познакомиться. Пожалуйста, ловите меня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ